Продолжение следует... Значит, смотрите. Экспертная дискуссия, индустрия гостеприимства, адаптация, развитие, диалог. Значит, к сожалению, Меркулова и Дробиза не будет у нас. Значит, у нас сегодня несколько вопросов. Средства размещения проблемы законодательства «Взгляд изнутри» заявлены в Мариана Королева, Колесников, Прасов. Крым. Подготовка регионов к принятию туристских потоков в сезоне 2016 года Сергей Стриблицкий. Это министр курортов и туризма Крыма. Кадровая проблема индустрии гостеприимства, пути решения Гончарова, Ушанов. И культура потребления алкоголя «Взгляд в будущее» Дробиз, Бухаров, Игорь. Если успеем, хотя проблема большая. Давайте начнем. Средства размещения, проблемы законодательства, взгляд изнутри. Кто у нас? Может, девушки усидим? Девушки? Мариана, будете? Начнете, да? Ну, значит, придется начать. Здравствуйте, коллеги. И самое основное, в общем-то, я буду рассказывать именно про законодательную часть. Наша страна очень уверенно подходит к моменту обязательной классификации всех средств размещения. 1 февраля будет опубликован законопроект по объявлению законопроекта Сергея Валентиновича Госсовет, на котором президент Российской Федерации дал распоряжение правительству внести изменения в законодательную базу. То есть сейчас, если, грубо говоря, на сегодняшний момент классификация средств размещения является добровольной, к 1 июня в 11 городах, которые являются участниками чемпионата мира по футболу, классификация обязательная именно для этих городов. И изменения в федеральном законе туристской деятельности будут опубликованы к 1 февраля. Там будет говориться о том, что к 2018 году все средства размещения с мирных фондов больше 50 номеров должны быть классифицированы, и малые средства размещения с мирных фондов меньше 50 номеров должны быть классифицированы к 2020 году. Таким образом, к 2020 году вся наша отрасль в части средств размещения и гостиниц будет посчитана. Будет посчитана, будет внесена в реестр, будет понятно, в каких регионах у нас какое количество гостиниц и иных средств размещения. И таким образом, я так думаю, что этот процесс очень хорошо интегрируется в государственную политику развития туризма в России в целом. Но это вот для начала, если коллеги мне помогут как-то продолжить свою речь. Добрый день. На самом деле, вопросы юридические, они, к сожалению, доминируют на сегодняшний день. Мы с вами пережили прошлый год, входим в этот год. В прошлом году мы все срезали свои расходы максимально. Срезать их дальше уже некуда. Большинство, по крайней мере, те, кто занимался бизнесом весь этот год, весь этот год пытались создать ту эффективную модель, которая должна была позволить выжить с пониманием того, что следующий год будет не намного легче. Этот год мы вступаем в более сложных условиях. В моем представлении они стали еще сложнее. И это все связано с макроэкономикой, безусловно. Макроэкономикой, политикой. Поэтому тут гостиница, как маленькое предприятие, очень тяжело выживает. В этой истории отельеры сами сели, кто хотел помочь, помог. На самом деле. То есть все, что можно было, уже, в принципе, наверное, выжато. Повлияет на доходный поток в период, когда любой экономист, любой, так скажем, нормальный человек говорит, что страна вступила из фазы потребления в фазу сохранения, когда люди, у кого есть эта несчастная копейка, пытается эту копейку, но если и потратить, то не всегда на отель, не всегда на отдых. Мы вступили в некую другую фазу. Эта фаза говорит о том, что мы можем недополучить даже тех доходов, на которые рассчитывали, которые были в этом году и так далее. То есть на сегодняшний день, срезав все свои расходы максимально, найдя какую-то точку плавучести, можно так назвать, безубыточности, выживаемости, мы пришли к этой истории. Законодательство государства на сегодняшний день, учитывая, что у нас все равно диалог государства и бизнеса, в моем представлении основная цель, представляю интересы бизнеса. Могу сказать, что, к сожалению, каждый раз получаю какие-то новые для себя открытия. Столько контролирующих органов, сколько мы имеем, на каждой панельной дискуссии мы встречаемся и говорим, что в Москве имеет право проверять гостиницы 70 организаций, 70. На днях получили бумагу, Российская гостиничная ассоциация инициировала письмо с целью разъяснить некоторые позиции, которые, так скажем, были по правилам оказания гостиничных услуг. Я могу сказать, что сегодня только получил эту бумагу, вот кроме глубочайшего разочарования, я ничего не испытал. Я могу сказать, что в этой бумаге красными буквами большими написано, примерно так, если это на русский язык перевести, о запрете динамических цен в отеле. О запрете динамических цен в отеле. Отели, которых масса, тысячи, десятки тысяч по всей стране. Это говорит о том, что, вы знаете, я даже не представляю, как можно запретить динамические цены. Цены, которые должны меняться под сезон, под каждого клиента. То есть там описано так, что цена, если стоит, то она должна стоять для всех. И скидки, в принципе, вы их обосновать не сможете. Потому как ответил Роспотребнадзор и защита потребителей, невозможно. Либо эти люди, которые отвечают на эти вопросы, не в курсе, либо они живут в другой стране, либо они, собственно говоря, ничего не покупали даже через интернет. Я вчера покупал билеты с Аэрофлота, и я вам могу сказать, что там куча тарифов. Неужели не видно? Неужели не видно, что даже такие компании, они, может быть, не монополисты, может быть, кто-то думает, что Аэрофлот не монополист в России. Аэрофлот монополист. По стыковочным рейсам, по всем остальным. Нас ставят ситуацию, когда у гостиницы большущая проблема, ее нельзя перенести. Я так хотел бы заниматься авиационным бизнесом, потому что если самолет не летает с этого аэропорта, его можно отправить в другой аэропорт. Гостиницу перенести нельзя. Она построена в определенной локации. И она подвержена всему. Сегодня со своим коммерческим директором одной гостиницы по телефону с Галей, говорит, давно тебя не видел, подруга? Ты где? На переговорах. Что происходит? Говорит, не поверите. Шереметьево взвинтило цены за обслуживание самолетов. Ряд авиакомпаний, которые раньше летали, уходят оттуда и переходят во Внуково. А мы находимся около аэропорта. И наш клиент уходит. Понятное дело, что никого это не беспокоит. Настолько разные правила. Я даже не знаю, какие... Федерация эстрадов-интерьера в этом году провела комплекс мероприятий, в прошлом году ушедшем, провела комплекс мероприятий, который был направлен на организацию взаимодействия между государством и бизнесом. Были общественные слушания в общественной палате. Вы знаете, та работа, которую Игорь Олегович проводит с коллегами, она большая. Но я не могу... Скажите, а что добились-то? Единичные успехи. Вот реально единичные. Потому что проблема не в каком-то Роспотребнадзоре. Люди, не понимающие бизнес, не могут его регулировать. Это просто. Вот реально нельзя регулировать то, чего не знаешь. Можно просто зарыть его до конца. Из положительных эмоций, которые я испытал за последнее время с законодательством, это то, что на днях правительство Российской Федерации выдвинуло возможность с целью увеличения государства частного партнерства, возможность работать компанией на упрощенной системе налогообложения с общей системой налогообложения. Дай бог, если это срастется. В добровольном порядке, на самом деле. Если это удастся, на отдельные сделки выйти с НДС, это будет, наверное, большой прорыв. Пока это только добрая воля. Даже не знаю, на какой панельной дискуссии надо рассказать себестоимость гостиничного бизнеса, не считая налога на землю и так далее. Я искренне говорю, что вот все, что касается законодательства, мы находимся в заведовании равных условий. Когда я первый раз встречался, уже неоднократно это говорил, что одни из министерств туризма, назовем его так, в одном регионе, задавая мне вопрос, точнее, разговаривая, когда подбирали себе людей, говорят, а вы умеете отвечать на письма? Основная работа — отвечать на письма. Вот это идет история с отпиской. Исключительно. Гостиницы не могут иметь у себя юристов? Ну не могут, но на самом деле режут косты полностью, некуда. А тут фактически все в юридическом поле. Может быть, все-таки какие-то министерства, которые действительно должны развивать туризм в каждом регионе, все-таки создадут какую-то службу нормальной поддержки? Вот на самом деле, принимая решение, нужно разобраться, чем управляешь-то. Так нельзя. Законодательное поле такое огромное. Я еще разговаривал сегодня с другим товарищем своим, который занимается горнолыжными курортами в Подмосковье, одним из самых крупных курортных курортных. Он сказал, когда мне прислали бумагу с Роспотребнадзора, он белый, искренне белый, я на полусерзе говорю, он белый с точки зрения налогообложения настолько, и когда он мне рассказал ответ с Роспотребнадзора, он сказал, нужно закрываться, реально нужно закрываться. То, что там написано требование к бизнесу, это убивает бизнес на корню. Это невозможно, искренне невозможно. У нас букинги, они безинтересные, гостиницы в основном интересные и так далее. Понимаете, у меня входящий НДС один, исходящий другой, это не перекрывается. Мы не можем платить. А один налог находится в зоне компетенции поселковой администрации, другой субъектный, а другой федеральный. Главу района интересуют только районные бюджеты, а главу региона, чтобы с федерального бюджета не настучали по голове. Потому что есть план по сбору налогов. Можно, в принципе, превратиться в страну-монополию, в которой будет только нефть, газ, и будем только на этом сидеть. Если до тех пор, пока не услышат, что настоящее государство становится сильным, когда малый бизнес и средний существуют. Гостиница – это малый и средний бизнес. Это не нефть, это не газ, это не машиностроение. Это услуга. За нее платят люди. И мы сейчас думаем, как сделать так, чтобы было безинтересно. Как это сделать? Да, Господи, вместо того, чтобы думать, как зарабатывать деньги, оказывать качество услуги, не понижай ее. Хоть кто-то пусть придет и разберется. Я не знаю, кому. Может, кто-то в зале знает этих людей. Может быть, где-то пресса есть, которая заинтересована, доложит, что все-таки в конце концов мы хотим нормально работать. Но становится все сложнее и сложнее. Каждый раз, я все время вспоминаю 2002 год, когда меня вызвали в районную управу Мещанского района Москвы и сказали, истерии, купите книжку за 200 рублей. Книжка называлась «Кто имеет право проверить ресторан». Я ее купил за 200 рублей, районная управа Мещанского района была счастлива, а я понял, кто меня имеет право проверять. Это жуткая история. Исключительно. Коллеги, все, что касается закладательного поля, это взаимодействие между властью и бизнесом. И если власть почувствует, что результатом является... То есть, можешь закрыть предприятие, не будет не то, что НДФЛ, ЕСН, люди останутся без работы. Ну, просто они останутся без работы. Да, вроде бы нет этого налогоплательщика, который не мог платить такие налоги. У меня на сегодняшний день, на днях, мы отсудились из четырех гостиниц по Москве, три гостиницы получили льготу на налог на землю. Мы отсудились. Нам выставили одну, мы уменьшили ее в два раза. Это у меня есть юристы. А юристы есть не у всех. И судиться невозможно. В Москве есть московское правительство. Московское правительство разработало систему поддержки. Как раз для отелей, которые... Я даже, Мария, не хочу даже расставить. Я вам честно скажу, что я, честно скажу, как человек, который, к сожалению, вчера заинтересовался, как поработать. Мы с Игорем Олеговичем живем в одном районе. У меня беда произошла. У меня переключили с Ростелеком. У меня нет родителей. Ростелеком у меня, не Ростелеком. У меня телевизор стал работать АКАДА. Мне присылают штрафы, какое-то пение, типа, что я что-то не заплатил Ростелекому. Я говорю, так у меня же нет в доме Ростелекома. Нет, но договор не расторгнул. У меня у вас сегодня нет договора. Приезжайте, расторгнете. Я не поеду. Сходите в свое жилищное управление, мне говорят, и попросите, чтобы они с нами расторгали договор. Я говорю, так это не моя головная боль. Я 50 минут вчера ругался. Дайте фамилию свою. Она говорит, я не дам. Запрещено. Мой номер такой-то. Бред. Понимаете, бред. Это называется история одного окна. Вот поэтому у меня просьба такая, что если кто-то знает, куда обращаться, потому что с Игорем Олеговичем прошли большой путь. Федерация эстратов-отельера ищет эти варианты по взаимодействию именно в юридической плоскости по причине того, что мы экономику знаем. Мы пытаемся выстроить. Но это никому не интересно. Поэтому хотелось бы, когда занимаются законодательным полем, понимать, а может ли эта корова доится так? Или она умрет? Есть шанс, что она умрет. И кому от этого будет легко, не знаю. Спасибо. Сергей Евгеньевич, спасибо за столь эмоциональное выступление. Я, конечно, могу сказать, коллеги, что в прошлом и вот этот год у нас такой год юбилейный. Знаете, у нас 20 лет Федерации рестораторов-отельеров, у нас 110 лет Союза трактирного промысла Москвы, 135 Союза трактирного промысла Санкт-Петербурга и 155 лет трактирной депутации при общественном самоуправлении Санкт-Петербурга. Поэтому, вот так как мы себя считаем наследниками наших предков, вот, и я хочу сказать, что, общаясь со своими американскими коллегами, я сказал, сколько существует национальная ресторанная ассоциация? Они говорят, 90 лет. Я говорю, о чем вы занимаетесь? А мы, говорит, боремся с различными законодательными инициативами местных властей штата и федеральных. Я говорю, ну и как? Они говорят, с переменным успехом. Вот, я могу сказать, что наши коллеги все равно, при всей эмоциональности Сергея Евгеньевича, они говорят, что если бы мы вообще ничего не делали, то у нас было бы еще хуже. Вот, смотрите, понятно все... Николай, я не знаю, что это сказать-то. Сейчас, секунду. Ну да, чтобы немножко так вот это все... Понимаешь, потому что... Выдумает. Да, да, Сергей Евгеньевич у нас, он суров, но справедлив. Вот, понятно, что мы вступили в очень серьезную, серьезную действительно фазу, потому что все перекрыли себе различные расходы и в ресторанах, и в отелях, и уже куда ужиматься дальше, непонятно. Вот, коллеги, помните, что у нас всего лишь два часа, вопросов у нас четыре, поэтому емко конкретно, потому что нам надо еще там поотвечать на вопросы и дело. Хорошо, емко. Не буду про Ростелеком рассказывать, про судебных приставов тоже не буду. Да, значит, знаете, я хотел бы вернуться, на самом деле, вот, Сергей Евгеньевич сказал про правила оказания гостинических услуг. Вышел документ 9 октября, сейчас вышли разъяснения. Ну, то есть, три месяца все отельеры страны замирали в ожидании, а каким образом это будет трактоваться. Все знают, ну, практически все, получили письма счастья от контрагентов из Сирии, да, то есть, как бы, начните выполнять закон и предоставлять людям, которые пришли в отель в 0 часов в 0,1 минуту, 50% скидку. Мы крутили пальцем у виска, мы собирались там, вырабатывали различные юридические и неюридические ответы на эту историю, да, то есть, вот сейчас он поступил. Ну, вот, вопрос, а почему нельзя в законопроект закладывать те параметры, ну, от которых будут адекватны этому рынку? Почему этот документ разрабатывается? Ну, то есть, мы его видели за год до его выхода. Ну, вот, он был печален. То, в каком виде он вышел, да, то есть, как бы, он грустен. Разница большая? На мой взгляд, нет. А очень хотелось бы получить документ, который, как минимум, да, то есть, как бы, кто-то из ательеров согласовывал с этими ребятами. К сожалению, вот эта позиция, да, со стороны государства, что вот это будет так в части права оказания гостинических услуг, она реально неправовая. И даже сейчас ответ на Роспотребнадзор, я думаю, что вызовет массу, на самом деле, толкований, потому что он тоже неочевиден. Я хотел сказать, что, знаете, интересная штука была недавно, например, в части, эта тема обсуждается, там, наверное, не первый день, как, вот, например, в Сочи был закон, который ограничивал цены на гостиницы во время проведения олимпийских игр. Сейчас та же самая история обсуждается в рамках, значит, чемпионата мира по футболу, да, то есть по 11 городам. Как вы думаете, сколько представителей бизнеса было на встрече в Министерстве культуры по данному вопросу? Не, не, один был, один был. Одному повезло. Не, не, не я. Меня вычеркнули из списка, но вот представители Минкульта сказали, что мы сами знаем, кого надо приглашать, да, несмотря на то, что FIFA Акомодейшн нас с тобой рекомендовала в эту рабочую группу, да, то есть по этим ценам. Минкульт сказал, а мы сами в курсе, кого надо приглашать, кого не надо. Ну, я дождусь, подерусь, если надо. Нет, просто у меня вызывает огромный вопрос, как могут люди, которые никогда в жизни не занимались ценнообразованием гостиницы, регулировать эту историю? Каким образом это будет определяться для каждого из регионов? А это же вот трепещий вопрос. Знаете, что гостиница Санкт-Петербург говорят? Она вообще, в принципе, напрочь не сдалась ваш чемпионат мира по футболу, у нас белые ночи. Что, не могли в феврале провести? В феврале было бы удобнее, белых ночей нет. Ну, в принципе, людей можно понять. Но вопрос в том, что здесь, ну, уж так наложилось, чемпионат мира по футболу на белые ночи, да, то есть, все равно как-то пойти навстречу придется. Но вопрос о ценообразовании, определении цены, это ключевой фактор для, на самом деле, огромной массы ательеров. Для всех тех, кто будет в этих городах работать в рамках чемпионата мира по футболу. И иногда фраза государства, которые слышат, а там, ну, кто не будет покупать билеты, отключим газ, ну, как-то выглядит сомнительно. Очень животрепещущий вопрос, который стоит на повестке дня уже, ну, не менее полугода, да, то есть, идут баталии по поводу вот этого, да, то есть, там, депутат Хованская внесла законопроект по поводу малых средств размещения хостелов. Значит, министерство культуры сказал, не, у нас есть хорошее, вот она плохое внесла, а у нас есть свой хороший. Ну, вот, если вы думаете, что за это время хоть одно внятное разъяснение было кем-то получено, мини-отели Санкт-Петербург спрашивают, вот, ребят, мы можем пройти классификацию? С 1 июля 2016 года мы обязаны ее пройти. К 1 июля? Ну, к 1 июля. Нет, с 1 июля мы не можем работать без нее, да? С 1 июля уже по трепнозору. Официальный вопрос официальному лицу на конференции. Ребята, мы можем? Такая пауза, взгляд, можете. А по факту, какой документ мы получим? Вот, ну, то есть, как бы, говорят, ну, документа не получите, потому что пока неизвестно, легально вы или нет. А в Санкт-Петербурге там процентов 30 средств размещения в жилом фонде находятся? Ну, это просто проблема. Даже весь курортный сектор, которых жилом фонде действительно нет ответа. Нет, ну, это огромная территория. На самом деле, если взять количество территорий, на которых эта проблема стоит, она реально, эта проблема огромная. Ну, вот, и вопрос в том, что, ну, там разные есть средства размещения. И некоторые из них, может, если и закрылись бы, да, то есть, может, и лучше потребителем бы стало, да, то есть, ну, есть абсолютно нормальные, которые хотят работать в легальном поле. Но, получается, что им не дают. И вопрос, знаете, как, ну, вот я спрашиваю, а почему нельзя, например, ну, найти какую-то форму перевода, по крайней мере, это помещение там, в другую упрощенную, для Санкт-Петербурга, где это существует? Все говорят, да не, не, ну что, ну что, это так сложно, это так сложно. Ну, вот, а не сложно полгода просто динамить людей, у которых это, на секундочку, бизнес, которые создают рабочие места, которые платят какие-то налоги, да, и у которых, в принципе, тоже есть семьи, дети. Почему об этом-то никто не думает? И ответов нет. Одни вопросы сплошные. Значит, еще одна тема, которая меня периодически вот бодрит, знаете, у нас всегда поднимаются вопросы по поводу того, какой у нас должен быть там прекрасный сервис, да, то есть, то премьер-министр выступит на эту тему, ну, то президент, ну, то кто-нибудь из министров, ну, он скажет, что надо, да, вперед, ура, на баррикады. Да мы бы рады, может быть. Шведский стол. Ну, да, шведский стол непременно, да, и все решится. Вопрос в том, что сначала, когда тебе вместо одного налога на имущество присылают другой, и ты понимаешь, что, как бы, денег, которых не было, их не стало совсем, а ты уже, как бы, по кругу всем должен, но сервис ты должен поднять. Ну, тогда нам проще, не знаю, управлять моргами, что ли, там сервис поднимать. Ну, я просто не знаю уже, вот это реальная проблема, да, то есть, и все говорят, ну, надо, чтобы учили там английский язык. Да я за, за то, чтобы они учили английский язык. Где деньги-то взять на это? И в разных регионах разные форматы поддержки. В одном регионе чудесном, вот говорят, мы тут вот искали варианты субсидирования одного, субсидирования другого, не нашли, но теперь субсидируем проведение классификации. Я бы, понимаете, что это там 60 тысяч рублей. Мне вот от этой субсидии-то что будет, там, тепло, холодно. Не, обещали пересмотреть, реально заняться вопросом и будут искать. Ну, это я в них очень верю. Слушайте, но хочется какую-то методологическую, хотя бы основу найти под то, что вот в Нижнем Новгороде одни, там, условно, льготы преференции, да, там, в Санкт-Петербурге другие, там, недавно сказали, да, трехзвездочная гостиница, значит, с инвестициями в полтора миллиарда рублей будет иметь налоговые льготы. Это какой же зверь-то такой? Где же его взять-то? Где взять сейчас инвестора на полтора миллиарда рублей, три звезды, которые в Санкт-Петербурге решатся там построиться и получить? Это, ну, зачем декларируют льготу, которую, очевидно, никто получить не может? Ну, в Москве эту историю проходили 10 лет назад, 15 лет назад, 5 лет назад, да, то есть, когда вот там в центре три звезды, но в отеле Москва-центр получил, который никогда не был тремя звездами, типа льготу. Это была одна единственная притворная сделка на всю эту льготу. Зачем это рисовать? Ну, давайте мы как-то сядем вместе, власти, бизнесы, и обсудим, да, то есть, те реальные механизмы. Ну, сейчас смотришь, когда Ростуризм, например, ну, сейчас было совещание в Сочи, да, оно проходило, по-моему, ну, героическое, да, и мы слышим, конечно, кучу предложений, про которые говорили и три года назад, и пять лет назад. Не все, конечно, из тех, о которых говорили, то, что можно сделать, но часть хотя бы прозвучала, ну, вот, классно, но это от чего? От безысходности, от того, что у нас вдруг случился внутренний туризм, вынужденно. Слышу хрики, там, туроператоров по поводу ценообразования, что, там, ах-ах-ах, там, Сочи, там, на 15-20% поднимет. Будет спрос, поднимет. А что здесь такого-то? А что у нас туроператоры составляют? Огромный процент от, собственно, массовых поездок на наши курорты? Так нет, они в Турцию и Египет возили. Ну, вот, я не против, пусть научатся и на наши возить. Классно. Ну, зачем говорить по поводу того, что, ну, у людей есть бизнес, да? То есть, если у тебя есть спрос, ну, вот, ты волен, в принципе, повышай цену. Ничего здесь такого странного нет. Зачем говорить об этом на всю страну? Что, ай-яй-яй, какие они нехорошие. Кому-то там сорвают курортный сезон, никому они не сорвают его. Они себе могут сорвать бизнес, если что. Ну, вот, они этим рискуют. Просто у нас регулярные какие-то, знаете, призывы в комсомол, ну, вот, на Новый год, когда в очередной раз власти Краснодарского края порадовали тем, что, ну, попросили жителей Краснодарского края не приезжать на горнолыжные курорты, не мешать туристам отдыхать. Ну, брат, в самом деле, ну, понаедут, да. Ну, вот, неохот не вздохнуть, тут международный туризм, ну, он скоро ломанется, ну, вот, а свои тут, знаете, в очередях стоят. Нет, эта тема, на самом деле, болезненная, да. Ну, вот, Новый год в Сочи прошел хорошо. Вот, хотя мы видели массу отзывов, да, то есть, чайки там, да, то есть, огромные. Да, понятно, что бывают случайные места-то, ну, как без них-то? Ну, я бы хотел обратить внимание, ну, там, 10 рюмок лишних там девушки посчитали. Ну, вот, ну, с остальными-то семью с половиной тысячами за какую-то ерунду, которую, ну, в общем, она там заказывала. Ну, вот, она же согласилась, она же ела, да, говорят, безальтернативно там было. Ну, тоже бывает. Ну, вот, в принципе, все рады. Нет, когда... Нет, вот, 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 ну, да. Лаши бы лица были крупные, все входило. Понимаете, очень хочется прийти к чему, да, то есть, как бы, к рыночной экономике. Я подчеркиваю, прийти когда-нибудь к ней. Ну, вот, она планово-нормативная у нас бывает, а рыночной, ну, я, к сожалению, еще не встречал. Извините. Вадим, спасибо. Коллеги, я так понимаю, вот, поверьте мне, что из всех наших встреч, круглых столов, обсуждения писем, которые мы пишем в различные руководящие органы, столь эмоциональных вот выступлений, я от своих коллег не слышал, видно, уже действительно приперло. Значит, у меня, смотрите, у меня просьба, тогда, так сказать, наступил Новый год, мы еще раз все обсудим. Владимир Ростиславович Меденский нам обещал поддержку. Вот, мы донесем все, что, какие есть сегодня проблемы, до самых мелочей. Потому что понятно, что чиновнику неинтересно, как бы, это мелочи, им нужно глобально, но, к сожалению, вот, все глобальное строится вот из мелочей, и вся суть именно в этих мелочах. Коллеги, значит, ну, так сказать, из вопроса средства размещения проблемы законодательства мы перейдем сегодня к нашему замечательному региону, в который мы ездили всю жизнь отдыхать. Это Крым, подготовка региона к промытию туристских потоков в сезон 2016 года. Сергей Евгеньевич Стрельбицкий, министр, сейчас нам расскажет, а мы посмотрим, что... Прошел в бизнесе, говорят, разогрев прошел хорошо. Мне хочется задать вопрос, здесь еще хоть один чиновник есть в зале, или я один в зале. А, есть, ну, слава Богу. Значит, я не один. Хотя 17 лет проработал в бизнесе, поэтому, как бы, хотелось, когда после Сергея Евгеньевича и Вадима Викторовича, хотелось как-то сказать, все-все, я уже написал заявление, я опять вернулся. Но, тем не менее, ну, я планировал, что мое главное выступление, конечно, будет посвящено гостеприимству. Я бы хотел, может быть, буквально кратко ознакомить с вами вас с той ситуацией, которая в Крыму. Я думаю, что не все о ней знают и не все ее понимают. Ну, начну с того, что в 2015 году мы обслужили 4 миллиона 598 туристов. И если брать по, в течение всего года, то 60% этих туристов приехали, этих именно туристов приехали к нам в летние месяцы 3, остальные уже были разбиты в осенне-весеннюю кампанию. Мы провели впервые исследование, и социологическое, и то социологическое исследование, которое стало в дальнейшем уже и достоянием средств массовой информации, сказала о многом. Ну, конечно, нас не могло не обрадовать то, что 53% из тех, кто побывал в Крыму, вернутся на следующий год. Нас порадовало то, что 39% в ближайшие 5 лет вернутся. Но мы задались вопросом, почему они вернутся к нам. Неужели ошибаются наши федеральные власти, когда говорят о том, что в Крыму нет сервиса? Неужели ошибаемся мы, крымчане, когда мы видим, что его действительно не так много? И тогда мы задали еще один вопрос, а что ж вас тянет в Крым? И здесь все стало на свои места. 32% людей приезжают в Крым, потому что там прекрасная природа и прекрасный климат. 31% у нас летом, а мы проводили эти исследования летом, 31% приехали на море, на пляж к нам. 12% посетили экскурсии, их больше интересовало именно экскурсии. Ну и 9% они отметили, что все-таки в Крыму очень приветливые люди, а 6% сказали, что все-таки у нас и персонал, и обслуживание на том уровне, который действительно соответствует. И тот стереотип, о котором многие говорят о том, что все-таки Крым это такая глубокая совдепия, и действительно в Крым в течение 23 лет не вкладывались те деньги, которые хотелось бы, чтобы не было ни одной государственной программы. Но Крым не стоял на месте, и российский бизнес приходил в Крым. И сегодня я могу констатировать, что порядка 15% учреждений, которые есть в Крыму, они действительно отвечают всем требованиям сервиса. Я скажу, что по некоторым объектам мы, может быть, даже впереди планеты всей. И то, что у нас предлагают в Крыму, благодаря славянской смекалке, ну, наверное, позавидуют многие. Но, тем не менее, есть основная часть объектов, это, конечно, объекты, которые находятся не просто в удовлетворительном состоянии, а просто катастрофически. Кстати, мы в декабре месяце провели вебинар впервые в Крыму, собрали 760 участников с России, в основном это были наши российские туроператоры, но были и с Азербайджана, и с Армении, и с Украины, и с Белоруссии. И вы знаете, мы действительно ощутили, что Крым не знают. И на этом вебинаре мы представили именно те гостиницы, которые, вот, знает и Вадим, и Марьяна знают, и Сергей знают. Это те гостиницы, которые действительно отвечают сервису. Поэтому у нас есть куда расти, к чему стремиться, но мы задаемся вопросом, и, наверное, вы задаетесь вопросом, а в чем-то была проблема в Крыму, почему вот за 23 года вот так вот произошло. Ну, я могу говорить об инвестициях, о государственных программах, которые отсутствовали, но прежде всего, вы знаете, запросы туристов были другие. То, что мы увидели в 2015 году, оно в корне отличается от того, что мы наблюдали в 90-х годах. Запросы были совсем другие. И за эти годы, мои дорогие крымчане, научились зарабатывать деньги на койках. Самое главное это было продать койку. А остальное, все, что с сервисом было связано, это не было интересно для наших крымчан, потому что турист приезжал обычно, покупая дорогую койку, потом он, ну, хотя она была на 30% дешевле, чем в Краснодарском крае, но тем не менее. А остальное он на всем экономил. И поэтому нужды в сервисе и в предоставлении услуг не было. И вы знаете, вот в течение года, уже вот находясь министром, я нахожусь с 11 июня, и вот за это время я понял, насколько глубока эта проблема. Вот те семинары, которые мы проводим, тренинги, мы пытаемся объяснить, что люди добрые, уважаемые крымчане, но есть другие способы зарабатывания денег, не менее эффективные. Немножко ломаемся. Да, действительно, сегодня Крым отличается, даже если взять период 2015 года, февраль 2015 года и октябрь или ноябрь 2015 года в корне отличаются. Вы знаете, я для себя даже немножко разбил это все на такие этапы. Зима 2015 года, это было ожидание. У нас бизнес разделился на две части. Одни говорили, мы будем готовиться к курортному сезону, вторые говорили, да куда они денутся, приедут, мы их и так возьмем. Уже когда наступила весна, у людей началось такое сомнение. Они начали сомневаться, а как, что, потому что 1 мая достаточно неплохой поток туристов пришел, и люди начали уже видеть, что какие-то процессы происходят те, с которыми они раньше не сталкивались, потому что кто был в Крыму во времена Украины, то, наверное, заезжая с Армянска, с Красноперекопска и доезжая до Ялты, наверное, на каждом метре стояли машины, на которых было написано два слова. Одно, наверное, сдаю, жилье, да, жилье, да. И каждый выхватывал их, хватал туриста и тащил его сначала в одну квартиру, потом в один пансионат, потом во второй, ну не отпускал его, вцеплялся. Более того, у нас люди, были группы, которые сначала садились на станции Джанкой, в поезда, которые шли с Москвы, потом они поняли, что можно в Мелитополе садиться. У нас были случаи, когда люди ехали с Харькова, и уже с Харькова везли людей. Поэтому вот не было такой надобности. Но летом произошел перелом. Я считаю, может это банально, но я считаю, что он произошел 31 мая. Тогда, когда в аэропорт Симферополь неожиданно приземлился монстр под названием «Боинг-447», такой горбатый, который привез 522 пассажира. Сразу данная информация стала достоянием всего аэропорта, и прежде всего разводящих и наших таксистов. Они выстроились в три ряда. Я это все видел, поэтому могу вам сказать, потому что это впервые нам надо было на привокзальную площадь загнать 15 автобусов, что безусловно мы сделать не смогли. Мы перекрыли кольцо возле троллейбусное кольцо для того, хотя бы что 5 загнали. Загнали эти, и вот начался процесс. И вот идет 522 пассажира, и начинается квартира, такси, квартира. Они молча проходят, садятся в автобус и уезжают. Я оставался в аэропорту, я видел эту миную сцену. Народ начал обсуждать. Некоторые начали уже и за бутылочкой это делать, потому что проблемка-то вырисовалась серьезно. Как это, 522 пассажира, и все ушли. И вот мне кажется, пакетные туры, которые применяли туроператоры, они немножко по-другому воздействовать начали на наших крымчан. Я вот, Марьяна слышал, и Вадим слышал, я рассказывал одну историю по поводу «Все включено». Не знаю, стоит об этом рассказывать или нет. Стоит рассказать. Ну, конечно уж. Это такая классика. Значит, июнь месяц, туроператоры ищут же гостиницы и пансионаты, которые работают по программе «Все включено». И народ у нас же как видит, а почему мне не попробовать? Они тоже становятся в эту программу. И вот одна из туристок, которая приезжает по этой программе, утром заходит на шведский стол, в котором Вадим говорил, на шведский стол. Вместе с ребенком, ребенок маленький, годика 4, она берет тарелочку, накладывает себе, берет тут же, накладывает ребенку. На что реагирует администратор? Подойдя к туристу, он спрашивает, «Это что вы делаете?» «Ну как, ну вот я себя буду кормить и ребенка буду кормить». «Ну что вы такое говорите?» «Посад наш путевку». «Ну, ребенок маленький, кормить можно двоих?» «Не-не-не, у нас нельзя». «Ну спросите у своего главного». Она ушла, пришла, говорит, «Да, действительно, главный сказал, что можно ребенка кормить, только я вас прошу с одной тарелки». «Поэтому с одной тарелки можно, можно и даже нужно, потому что в одну тарелку, а если она еще и маленькая, так это вообще выгодно». «Поэтому Крым действительно начал меняться, и лето 2015 года поменяло, очень сильно поменяло крымчан. Мы это ощутили уже в октябре. 29 октября мы провели первый туристический форум «Открытый Крым», а 30 числа мы закрыли все программы и сделали одно-один большой тренинг. Разные школы мы пригласили, все, кто мог приехать в Крым и прочитать свои лекции, рассказать о методах и рассказать вообще, как надо делать сервис. Мы были поражены, они все приехали на второй день. Обычно выставки в Крыму проходили в первый день. То есть сначала потусовались, потом выпили, и больше уже никто не возвращается. Здесь все приехали во второй день. Мы удивились и повторили этот эксперимент, назвав его «тренинг-марафон». Когда мы с 16 по 18 число мы провели еще 10 бесплатных тренингов, то вместо 300 заявленных человек у нас пришло 600 человек. Это меня обрадовало. Я понял, что действительно происходит перелом. Люди начинают понимать, что знание – это багаж, на котором в дальнейшем можно зарабатывать хорошие деньги. Поэтому я думаю, что у Крыма действительно сегодня появляется уникальная возможность, потому что главный наш потенциал, кроме природы и наших исторических памятников, это наши крымчане, которые вас принимают и всегда готовы вас видеть. Но завершая свое выступление, я скажу еще один момент по поводу сервиса. Мне кажется, когда мы говорим про сервис, про гостеприимство, мы не уделяем внимания, и это в большей степени касается, наверное, Краснодарского края и Крыма, в меньшей степени касается, наверное, вот таких крупных мегаполисов, как Москва, Санкт-Петербург, сезонность работы. Ну, каком сервисе можно говорить в Крыму, когда основная масса закрывается, люди уходят в отпуска, а на следующий год новые команды собираются. Поэтому, если мы не добьемся того, а мы к этому стремимся, мы говорим о том, что мы все-таки круглогодичный курорт, потому что, несмотря на то, что у нас туристов зимой не так много, но они же есть, значит, круглогодичный. Мы должны эту планку поднимать, сезон растягивать и делать Крым круглогодичным, потому что без подхода, если будет подход сезонности, это никогда ни к чему не приведет. Спасибо за внимание. Спасибо, Сергей Валентинович. Действительно интересно. Я думаю, что Крыму будет в этом смысле удобно, потому что приезжают наши коллеги, рассказывают о том, как становилась вообще система индустрии гостеприимства в России. Уже на основе этого опыта можно быстрее достичь каких-то успехов. Потому что, если вы помните, то мы учились практически сами. Выезжали за границу, смотрели, приглашали сюда специалистов, поэтому рывок у Крыма может быть достаточно серьезный и короткий. Я думаю, что желание будет, естественно. Я, конечно, тоже вспоминаю вот эту продажу койко-места. Я помню, приехал в 83-м году и зашел, где всю жизнь отдыхала семья. Они сказали, он так посмотрел на меня, говорит, Галин сын, я говорю, да, места нету. Я говорю, ну-ка, куда я пойду? Он говорит, ну вот хочешь под оприкосом. Я говорю, согласен. Было и такое, да. Коллеги, так что спасибо еще раз, Сергей Валентинович. Я думаю, что Крым это то место, куда мы из детства ездили, смотрели. Значит, следующий вопрос, который как раз вытекает из всех предыдущих и который не решается, поверьте мне, еще и с советского периода. Я 35 лет в индустрии гостеприимства, понимаю, о чем говорю. Кадровые проблемы в индустрии гостеприимства, пути решения. Поверьте, мы обсуждаем это каждый год. Лучше сегодня стало, чем это было 20 лет назад. Наверное, в какой-то степени да. Но проблема остается, к сожалению, это не только зависит от того, что хотим мы ее как-то решить лучше и быстрее. Это проблема вообще страны, демографии и так далее. Юрий Ушанов. Да. Спасибо, коллеги. Знаете, хотелось бы начать с того, что я, в принципе, достаточно давно занимаюсь такой проблемой, когда государство какие-то полномочия пытается делегировать общественным организациям. Ну, так сказать, это всем хорошо известное саморегулирование, да, так сказать, это создание национального совета по профессиональным квалификациям, который делегирует с советом по профессиональным квалификациям различные полномочия. Так вот, говоря об этом, хочется сказать, что подготовка к таким, скажем, документам, да, так сказать, к таким передачам, она не ведется, скажем так, спонтанно. То есть, мы сами оказываемся в той ситуации, что это вроде как спонтанно, да, но на самом деле государство к этому готовится достаточно, так сказать, я бы сказал, благотворно, да, и, так сказать, с определенного рода опаской. Вот то, что начнется с 1 июля 2016 года, что касаемо, допустим, подготовки и специалистов в том числе, и их соответствия, я так понимаю, что это будет некий, скажем, некая такая религиционная ситуация. Здесь уже эту дату несколько раз называли, поэтому я думаю, что придется столкнуться, так сказать, нам с этой датой, так сказать, и с одной, с другой стороны. Так вот, всем хорошо известный закон 122 ФЗ. Вот, коллеги, можно, поскольку у нас все-таки здесь круглый стол, кто-нибудь знает содержание этого закона, попросить руки поднять? Ну вот, чиновники, да, чиновники, да, не чиновники, заставило, да. Ну, так сказать, вы еще тогда знаете, что есть рабочий инструмент в виде главы КОАПа 5.27, о том, что работодатель несет ответственность, там, и так далее, да. Вот, и там, если продолжать все это, так сказать, это вплоть до приостановления деятельности юрлиц. Я когда, так сказать, это в Академии правосудия обсуждал, они сказали, да, все правомочно, так сказать, мы под такую подборку сделали. Так вот, говоря, так сказать, про эту дату. Уважаемые коллеги, я хочу просто напомнить, что в 2008 году была концепция Федерального закона о профессиях и квалификациях. Вот, опять же, называется, я думаю, что даже чиновники руку здесь не поднимут. В 2008 году нам достаточно красиво, так сказать, было предложено в этой концепции все, что с нами будет. Квалификация, так сказать, в этом документе должны даны, так сказать, такие определения, как, так сказать, компетентность, наша, да, вот, причем слово компетенция используется, слава богу, там в скобочках, там, так сказать, слово опыт. Вот, далее, определена понятия сертификации, и самое главное, что там определено, что профессиональные сообщества будут определять требования к специалисту. Вот, прошу прощения, так сказать, опять же, можно попросить поднять руки, кто знает о том, что профессиональным сообществом поручено написание вот этих вот профстандартов. Вот, я вижу, так сказать, своих слушателей, да, я вижу своих слушателей. Вот, значит, коллеги, вот, знаете, так сказать, мы, наверное, очень правильно собрались, да, так сказать, у нас есть еще пять месяцев перед этой датой, мы еще что-то можем попытаться, так сказать, исправить. Кстати, говоря по поводу профстандартов о поднятом рукам. Значит, коллеги, когда мы, так сказать, уже проводили здесь курс в рамках Ранхикса по подготовке, так сказать, экспертов, на одном из занятий попросил слушателей взять профессиональные стандарты и оценить себя самих. Вот так называется, да, так сказать. Вы знаете, через день, когда я пришел, я увидел не совсем веселые лица. Лица были унылые, да, так сказать, но слово «кто это написал» уже, в общем-то, они не задавали, потому что, так сказать, вот я знаю, кто это написал, вот, автоавторы здесь присутствуют. Коллеги, вот, понимаете, здесь я бы сказал так, ситуация в следующем образом. Мы начинаем шарахаться собственных, так сказать, деяний. Мы сначала говорим, дайте нам эти полномочия, потом нам их дают, мы их исполняем и начинаем шарахаться обратно. То есть, я думаю, что проблема кадров, это на самом деле некого рода наша проблема собственной неподготовленности к возможности регулирования этого процесса. Вот, насколько мы готовы, да, то есть, вы знаете, опять я повторяюсь, мы сначала просим, чтобы нам это дали, с чего я начал, да, так сказать, нам дают эти полномочия, мы берем, потом их исполняем и потом сами же боимся собственного труда. Да, так сказать, вот, здесь я могу сказать, знаете, некий такой замкнутый круг, а что в этом случае вообще делает государство? И так плохо, и так плохо, что делать? Припринимает, так сказать, улентаристское решение, говорит так, у вас это не получилось, я это все беру в свои руки. Ну, кстати, когда меня спрашивают, почему, так сказать, вот это все происходит, там, саморегулирование, делегирование, полномочия, вы знаете, так сказать, я всегда привожу один стандартный пример, это, так сказать, то, что происходит в семейной жизни, когда жена, муж или муж жене постоянно говорит, ты это не умеешь, это не умеешь, это не умеешь, заканчивается чем? Вот ты умеешь, ты и делай, да, мы критикуем министерство, так сказать, я тебе министерство можно, так сказать, вот прямо одно, второе, третье, да, так сказать, ну, на слуху, Минздрав, да, так сказать, вот, Минобор и так далее, так сказать, Минтруд, да, так сказать, вот, вот, у этих, В министерств постепенно забирают часть полномочий и передают нам результаты. Мы на самом деле сами видим. Кстати, что касаемо Минтруда. Вы знаете, я хочу процитировать один из аспектов, один из моментов или полномочий Национального совета по профессиональным квалификациям при президенте. Кстати, можно опять попросить руки поднять? Кто знает, что есть такой Национальный совет по профессиональным? Ну, руки все те же самые. Чиновники даже не решаются поднять. Хотя, так сказать, это не знаете, да? Ну, как же знают? Знают, да. Ну, руки поднимать лучше не будем. Согласен. Неудобно просто. Неудобно. Все знают. Так вот, там очень интересная формулировка. Там написано, что Национальный совет по профессиональным квалификациям координирует деятельность органов исполнительной власти. И самое главное, в конце, так сказать, вот этих положения о полномочиях Национального совета написано, что Минтрут и Минобор должны обеспечить плодотворную работу Национального совета. То есть, мы видим, что эти органы фактически обеспечивают нашу плодотворную работу. Наша плодотворная работа – это появившиеся профстандарты. Вот, можно вопрос, сколько у нас сейчас профстандартов? Вот, может быть, нет. Последние два уже утверждены в декабре. Вот, опять, коллеги, называется, можно попросить поднять руки, кто ознакомлен с этими профстандартами, кроме разработчиков? Ну вот, это на самом деле. Можно я даже прокомментирую. Мы с Сергеем Евгеньевичем когда ознакомились. Я тоже, да, потому что выяснилось, что профстандартов в части руководителей сети гостиниц мы, к сожалению, не соответствуем. Там написано, что мы должны иметь медицинскую книжку, да, а мы оба, как бы, вот в этом плане, ну, в общем, плохие мы, короче. Так вот, уважаемые коллеги, опять же, так сказать, возвращаюсь, да, мы ознакомились с этим профстандартом, как с неким базовое образование, да, там, там большой, так сказать, перечень того, что необходимо. Уже, слава богу, выше есть. А там сейчас гостиничный факультет появился, так что я могу быть приравнен к чему. Ну, вы знаете, могу сказать, вот поверьте мне, сейчас очень сильно активизировалась переподготовка специалистов программа на 250 часов. То есть, это сейчас самый большой заработок для образовательных организаций, это быстренько получить, так сказать, фактически второе высшее образование. Это нормально, причем, я даже могу сказать, в интернете сейчас уже появляются такие статейки. Сначала страшилка идет, а потом тут же образовательная организация предлагает вот такой выход. Ну, и цена там, так сказать, вот такая, она уже начинает расти вверх, там, начиналось с 50 тысяч, сейчас уже 100 с лишним, так сказать, вот. Ну, как же, второе высшее, да, так сказать, и пишут, 5 месяцев осталось. Так вот, как раз, так сказать, возвращаясь к нашей деятельности, так сказать, к управлению кадровым потенциалом. Вы знаете, я вообще, так сказать, ситуацию, которую сейчас я рассматриваю так, что президент, по сути, создал себе механизм через Национальный Совет. Это прямое управление кадровым потенциалом вообще. Потому что то, что я вам рассказываю, это касается не только сферы гостеприимства, да, это касается буквально всех сфер. То есть, 1 июля мы все построимся, называется, и под этим 122 ФЗ, так сказать, в течение года должны будем подтвердить, так сказать, вот свою квалификацию. Вот, причем, кстати, обратите внимание, во времена Советского Союза, да, так сказать, нам выдавали диплом, там была квалификация, специальность и квалификация. Теперь выдаются только одна надпись. Хватит, да, так сказать. То есть, вторую мы должны получить при так называемой первичной аккредитации. Вот, ну, понятно, так сказать, что не хотелось бы читать вам целую лекцию, да, там это действительно займет достаточно большое количество времени, как эта процедура будет проводиться. Вот, и что делать с теми людьми, которые только закончили образовательную организацию, имеют просто бумажку о том, что они прослушали, не более того, да, так сказать, и как им вообще начинать свою трудовую деятельность. И что делать с этой системой образования, которая, по сути, оказывается очень интересной ситуацией, что первичный экзамен сдается в школе в виде ЕГЭ, а сам по себе экзамен на доступ к профессии получается у профессионального сообщества. Образовательная организация сама по себе это механизм о донесении определенного уровня знаний до, так сказать, слушателя. Ну, естественно, так сказать, в этом 122 ФЗ... Что? Это как по школе. Можно я прям по существу задам вопрос? Что делать с той категорией профессионалов, которые, предположим, с 90-х годов находятся в отрасли, уже сделали себе определенную карьерную дорогу, да, за 20 лет в отрасли, но не имеют профильного гостиничного, например, образования, то есть чему нужно идти, получать, это второе, лучшее. А что ты, преподавать вот мы с Сергеем Евгеньевичем можем, а работать, наверное, нет. А работать не может, но вот, собственно, да. Вот и все. А как правильно, Иран или Ирак, да? Нет, 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 по формальному принципу, вот, Ирина Викторовна сказала, правильно, финансовая академия закончила, закончила, да? Ну, собственно, профильное образование гостиничные и рестораны, оно, насколько я понимаю, красной нитью прослеживается через все утвержденные профстандарты, которые уже утверждены в нашей отрасли. То есть там написано профильное образование. А мы все еще пока живы, то есть мы еще, нас еще пока не унесли на кладбище, то есть мы все еще работаем, но у нас нет вот этого... Да вы же, ну, читайте документы, это не так совсем, это совсем все не так. Дополнительно, но все равно, то есть повышение... Нет, нет, дополнительно, нет, дополнительно это можешь получить в любой момент, да, то есть как бы на самом деле... Это стыдно просто, что вы сейчас обсуждаете, вы вводите в заблуждение всю аудиторию. Занимаясь этим вопросом, значит, я так понимаю, что вы до 15 лет работы, все это, что Федерация ресторантов и ательеров пришла к починку когда-то, когда чиновники хотели проводить сертификацию персонала, мы это отбили 15 лет назад, теперь через 15 лет вы начинаете тут сидеть и подскуливать немножко, ну, давайте, мы закончим. Нам страшно за судьбу свою. Послушайте, ну у вас есть система, ну давайте, да, я понимаю, поймите, что вот та же самая была ситуация, когда мы сделали стандарты, если вы помните еще, да, это было уже лет 10 тому назад, понимаете, и мы тогда первый опыт сертификации у нас был, и да, действительно, у нас пришло большое количество людей, которые были из отрасли, которые говорят, да ладно, послушайте, я сейчас руковожу рестораном, у меня сеть ресторанов, он не мог ничего ответить на вопросы, потому что, понимаете, у нас, вспомните, у нас были директора-строители, которые вместо товарооборота владельцу рассказывали, что они вот тут поменяли кафельную плитку там, вот что-то еще договорились с санитарным врачом, денег ему дали, он ушел отсюда и так далее, поймите, что это в другие времена наступает, у нас сегодня реальный механизм для того, чтобы мы могли увеличивать производительность труда, мы должны, качество, то же самое, это все касается в том числе всего, и в том числе и сервиса, давайте мы в этом, хватит, коллеги, нет, мы же не против, нет, мы же раньше его не против, да, понятно, что люди из образования будут рассказывать, что приходите, ребята, значит, второе, третье, высшее, получайте, все понятно, это естественно. Вот это требование по специальному образованию руководителя гостиничных предприятий обязательно оценивается при присвоении звезд гостиницам, классификация, это обязательное требование, если у руководителя нет этого образования, то гостиница, естественно, получит меньшее количество баллов. Нет, просто сейчас разные понятия, что твое профильное, а про стандарты записаны четко, руководитель отдела, руководитель отдела, это СПО, гостиничный сервис, начиная с заместителя, директора и директор, это бакалавриат, гостиничное дело, и руководитель сети, это магистратура. Но никто касается тех, кто работал раньше, мы не могли добить стандарт, даже, например, менеджмент с профилем гостиничное дело, мы не могли добить старый, там, то есть СКС, социально-культурный сервис и туризм, помните, у нас была такая специальная, где мы готовили тоже в гостиничниках, но это не пропускал Минтруд. Просто есть такие условия, которые мы не можем пройти, если мы их не выполним, у нас просто не утвердят стандарты. У меня было поставлено условие, Игорь Марьевич, должны утвердить. Утвердили. Значит, мы сейчас обсуждали этот вопрос о том, чтобы посмотреть все-таки, какие специальности в прошлом мы можем приравнять к тому, что соответствует профильному образованию, которое оценивается при классификации гостиниц. Ну, вот я уже говорю, что это может быть действительно, раньше это была экономика с профилем гостиничное дело, менеджмент с профилем гостиничное дело и так далее. Это то, что было в прошлом. Когда человек уже 10 лет работает, он имеет это образование. Ради бога. Вот такое письмо от федерации мы готовим на имя РСПП для того, чтобы это было, еще раз говорю, касалось того, что было по специальностям. Сейчас у нас направление подготовки, 4 года бакалавриата и магистратура. Ничего другого мы тут просто не пропускали. Вот считается такова. Спасибо, Наталья Александровна. Коллеги, я могу вам сказать, что, к сожалению, многие эти годы, значит, вот получалось так, что вот существует министерство ведомства со своими законодательствами, сидят люди. Вот Сергей Евгеньевич спросил, кто это там выдумывает, вот эти все вещи. И отдельно бизнес, который сам по себе существует. Я могу вам сказать, что при... В самом начале, лет, наверное, 15 тогда тоже было, как у нас это называлось, предприятие оценивание, это, господи, вылетело из головы. Центр сертификации. Центр сертификации, да? Вот. И я могу вам сказать, что тогда тоже внесли. Руководители ресторанов должны иметь профильное образование. Потом отменили. Потом сертификацию вообще отменяли. Поверьте, нам нужно идти поступательно. Можно сейчас сбиться там за одно предложение, но ничего не достичь. Вот потихонечку мы будем это исправлять. Вот. Поэтому я думаю, еще раз я говорю, это реальный механизм сегодня. Но он не может существовать вне сообщества. Мы все являемся сообществом. Поэтому если мы не будем это дело продвигать, мы так и останемся на месте. И у нас будет. Хотя я могу сказать, что и гостиничный ресторанный бизнес создал себя сегодня сам. Мы не приватизировали большие предприятия, мы ничего не делали самостоятельно. Весь бизнес этот был сделан. Игорь Васильевич, давайте дальше. Да, да, да. Так вот, коллеги, видите, на самом деле проблем у нас возникло достаточно много. И могу сказать, отдельная серьезная проблема – это кто будет оценивать соответствие, да, так сказать, и как эта процедура будет выглядеть. Я думаю, что этот вопрос, наверное, для всех интересен. Значит, наверное, для вас не является тайной, что Национальный совет по профессиональным квалификациям через совет по сфере гостеприимства делилки полномочий Федерации рестораторов и ательеров. Вот об этом все знают? Ну вот, лес рук, слава Богу. То есть, так сказать, эти полномочия у этой организации есть, да. Дальше мы подготовили уже экспертов для проведения профессиональной общественной аккредитации программ. И сейчас у нас идет подготовка… Сколько у нас экспертов? 31 по профессиональной общественной аккредитации и около 30 по независимой от этой квалификации. Да, то есть у нас сейчас уже создаются, так сказать, вот эти эксперты уже есть. Фактически, значит, мы очень близки к тому, чтобы создать центр оценки квалификации, так называемой ЦОКе, которым эта процедура и будет, так сказать, делегирована. Если кому-то интересно вообще, на сайте Национального совета по профессиональным квалификациям все эти документы вывешены, да. То есть, я здесь ничего такого, так сказать, не сочиняю. Это все понятно. Следующий, так сказать, вопрос, вот о чем уже говорили, да. А как вот оценить заслуги прошлые? Вы знаете, придумал такой очень интересный механизм – это портфолио. То есть, это некий такой, так сказать, анавнос, эпикрист, так сказать, специалиста, который приходит для того, чтобы получить соответствующую квалификацию. Он туда выкладывает все свои, так сказать, достижения, которые есть, да, так сказать, и вот эта вот комиссия уже определяет для него саму по себе процедуру, так сказать, прохождения вот этой системы оценки квалификации. Далее, так сказать, вот что еще хотелось бы рассказать, это по системе непрерывного образования, да, так сказать, может быть, кто-то из вас слышал, что сейчас достаточно часто используют, ну, скажем так, такое выражение, как непрерывное образование для взрослых. В концепции есть непрерывное образование для взрослых. Ну, наверное, так сказать, все это слышали. Вот в рамках системы непрерывного образования мы должны умнеть не как это было раньше раз в пять лет или раз в три года, как некоторые профессии, да, а постепенно. Постепенно, 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 постепенно. И вот отсюда и появилась вот эта вот, так сказать, цифра, что минимальное количество часов, которые можно тратить на подготовку, так сказать, ну, скажем так, на повышение квалификации, 16 часов. Ну, так сказать, вы, наверное, все с этим сталкивались, да? А кто-нибудь знает, откуда цифра 16 часов взялась? Ну, вот, вот, знаете, на самом деле, так сказать, вот эта арифметика достаточно простая. У нас раньше было, что, так сказать, курсы повышения квалификации были от 72 часов, 72 делим на 5 лет, получаем 16 и округляем до 2, так сказать, дней. То есть, мы должны вот этот вот опыт повышения квалификации, который раньше мы дискретно повышали на 72 часа, просто накапливав в течение вот таких вот 5 лет. То есть, мы постоянно должны вот это, так сказать, все уметь, скажем так, обобщать. И вот, кстати, в процессе, так сказать, подготовки экспертов мы столкнулись с одной очень интересной вещью, да? Что, оказывается, есть конкурсы различные, в которых люди участвуют. И я, так сказать, вот просто просил мне сделать некую такую выжимку, а на какие конкурсы вообще следует обращать внимание, а на какие не следует. Ну, и подготовили, чтобы половина конкурсов, которые проводятся, и проходят так, называется, вот дали бумажку и все. То есть, здесь получается, что система центра оценки квалификаций вместе, так сказать, с ФРИО не будет учитывать вот такие конкурсы, которые на самом деле не были аккредитованы в Федерации Рестораторов и Отельеров. То есть, сейчас ситуация будет выглядеть следующим образом, что, по сути, ФРИО становится неким таким центром, да, через который будут, скажем так, проводиться все манипуляции по оценке кадрового потенциала. Вот мы к этому готовы или к этому не готовы? Все всегда готовы. Ну, на самом деле, так сказать, я согласен, что то, что я говорю, кажется, с одной стороны, в общем-то, более-менее необычным, да, почему так было, 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 и потом в один момент, так сказать, изменилось. Значит, коллеги, с чего я начал? С 2008 года нас предупредили, что это все равно произойдет. Почему это произошло в 2016 году, да, почему вообще в 2016 году, так сказать, вот, скажем так, все события пересеклись? Ну, я не знаю, наверное, так сказать, кто-то, высокосный год, да, значит, нас же с высокими результатами, надо, так сказать, вот его и встречать. Вот, главное здесь в чем? В том, что этот процесс уже необратим, да, так сказать, уже не будет никаких, так сказать, документов о том, что это будет, скажем так, перенесено на следующий срок. То есть, этого быть не может. Следующее, на что хотел, так сказать, обратить еще ваше внимание, говоря про оценку потенциала, это то, что сейчас будет вестись реестр специалистов. Ну, у медиков это ФРМР, Федеральный регистр медицинских работников, да, что-то аналогичное, вот ФРФР будет, так сказать, вот здесь. Да, Федеральный регистр, ФРИО регистрация, да, так сказать, приблизительно так, вот. Вот, но это, скажем, решит, конечно, проблему, и могу сказать, есть одна достаточно серьезная проблема, которая пока еще никак не решена, но эта проблема, это обозначено, что делать со специалистами, которые получили образование не на территории России. Да, да, то есть, я могу сказать, что совсем недавно, да, проходил конференция, посвященная профессиональным стандартам, вот, и в резолюции этой конференции было написано, что в Министерстве иностранных дел России обратиться, так сказать, к министерству, да, к министерствам других, так сказать, стран с тем, чтобы придумать механизм по, так сказать, верификации, так сказать, вот этих вот дипломов. Я понимаю, так сказать, чиновникам уже смешно стало. Что? И как этот вопрос будет решен с такой формулировкой? Ну, вот, вы знаете, я, так сказать, думаю, что понятие, так сказать, что его решат, помните, как это, начальник Чукотки, да, там был, ну, что, говорит, его решат, понятно, что эти механизмы все равно есть. По крайней мере, так сказать, что касаемо, скажем, сферы образования, да, то эти механизмы существуют. Но что касаемо каких-то, допустим, конкурсов, вот это вот уже, я думаю, что механизм должен решать, так сказать, как раз в рамках Федерации рестораторов-оттерьеров. И еще, так сказать, проблема, которая из этого вытекает, как следствие, да, это признание вот этих вот сертификатов. То есть человек получил сертификат, что он какой-то специалист, да, территория России, может ли он с этим сертификатом поехать за границу? Вот, вы знаете, этот вопрос вообще еще никак даже не решался. То есть к этому вопросу подходят все сферы, врачи к этому пытаются подойти, так сказать, но вот это вот называется наше некое светлое будущее. Поэтому хотелось сказать о чем, что сам по себе 16-й год, да, вот, в общем-то, это год достаточно серьезной совместной работы. Я просто вижу некого рода, так сказать, вот неактивность, да, нашего профессионального сообщества. И вот это на самом деле настораживает. Вот, уважаемые коллеги, я просто боюсь, что там 1 июля мы соберемся и будет как раз начаться с того, что вот мы не успели, да, так сказать, мы не готовы. Ну и так далее. Ну, а когда тогда мы должны быть готовы? Что? 2 июля. 2 июля, да. Поэтому, знаете, здесь мало того, что хотелось обратиться, так сказать, к вашей активности, хотелось еще, в общем-то, на самом деле, помощи у вас попросить в плане именно обсуждения документов. Я просто знаю, что если даже, так сказать, какие-то документы рассылаются на обсуждение, то, так сказать, вот, как правило, это вот почта в одну сторону. Это я правильно говорю? Игорь Васильевич, ну, там же, понимаете, сейчас, все они занимаются выживанием и в надежде, видя, что там рассылка происходит там в 50 адресатов, они думают, ну, как вот Сергей Евгеньевич, думают... Да, 49 ответят, да, вот, и я сейчас у меня вот тут прорвало, или тут на работу не вышли люди, там, или еще что-то случилось. И вот так вот получается у нас, к сожалению, но я могу сказать, что еще вот один вопрос. Как оценить былые заслуги? Ну, сегодня же мы с вами принимаем на работу, мы смотрим с вами в трудовую книжку, да, там, или в рекомендательное письмо. Человек работал у Новикова, или у Делоса, или еще какого-то, да, ну, примерно там, ну, делают звонок. Поставят к станку, пробуют что-то сделал, все нормально, годится. Ну, и дальше проверяют. То та же самая ситуация будет происходить здесь. Просто вот этот механизм дает возможность сегодня экономить на вот этих вот проверках, там очень много. Это тема отдельного разговора, длительного, то есть полезно это то, что мы делаем, или не полезно. Поверьте мне, что просто нужно понять, это новый механизм, который даст возможность быстрее, быстрее, быстрее адаптировать людей, быстрее дать возможность им получать образование, стимулировать их к получению, к их повышению своей квалификации. Потому что, к сожалению, мы с вами вот будем наблюдать сейчас большое количество. Вот официант профессии сегодня у нас, или не профессия, да, там, смотришь в Италии, там, человеку 65 лет, он продолжает работать. У нас молодежь, в Америке тоже молодежь приходит. Поэтому вот еще самая большая проблема, шеф-повар, у нас никто не готовит. Вот то, что у нас есть технолог, это, ребят, совсем то, что нам сегодня совершенно не нужно. Как мы сегодня шеф-повара готовим? Ну, он самостоятельно готовится. Вот есть звезды, которые у нас выросли, остальные все просто очень посредственные, к сожалению, повара, которые ставятся на должность шеф-повара. К нему еще представляют, завпроизвод там называют, который считать что-то там умеет. Еще кого-то, в общем, там, на Западе вы не увидите еще закупщика, завскладом, пиарщика. Поэтому сегодня вот это дает возможность, вот те, 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 те навыки, умения, которые должны сегодня были распределены, из каких людей, должны знать, должны знать ключевые люди и должны выполнять эту работу. А представьте себе, будет большое количество ресторанов, сейчас, конечно, у нас меньше, там, в три раза, там, меньше, чем в любом случае, там, даже по юридическим лицам, чем в любой европейской стране. Даже, там, в Мексике, в Бразилии, там, в три раза меньше. Вот у нас будет больше, дальше на всех у нас не хватит ничего, что нам будет еще нужно, там, каждому ресторану пиарщик приставить. Шеф-повара, это большая проблема, где деньги зарабатываются? На производстве. Еще, так сказать, разрешите, вот, коллеги, знаете, проблема, с которой приходится сталкиваться, это то, что люди, допустим, достаточно некомпетентны, да, в тех вопросах, которые появляются или всплывают, вот, называется, прям совсем недавно. Мы здесь уже обсуждали такой вопрос, механизм применения частного государственного партнерства в сфере гостеприимства. Если открываем все эти документы, называется, так сказать, написано, сфера гостеприимства, сфера гостеприимства. Вот, что такое ГК, ЧП, знают очень многие. Что такое ГЧП, МЧП, так сказать, я больше, что это уже знают единицы. Да, так сказать, этот закон начал работать, вот, уже начал с 1 января этого года. Я, кстати, могу сказать, я заходил на сайт Министерства экономики Крыма, я видел, что у вас там есть несколько проектов частного государственного партнерства, достаточно много. Вот, то есть, очень хорошо, что, так сказать, этот механизм используется. Почему? Потому что, я могу сказать, что в той ситуации, в которой мы сейчас оказались, вот, механизм ГЧП, это один из, может быть, основных механизмов по привлечению, да, так сказать, и частного капитала, с одной стороны, по привлечению возможности управления государственной собственностью высококвалифицированных специалистов. Так вот, как раз возвращаюсь, а специалистов по этому ГЧП нету. Хотя, так сказать, вот, концепция закона о ГЧП, им уже, по-моему, больше 10 лет. И вот теперь возникает вопрос, да, так сказать, то же самое. Вот, мы готовы к реализации этого или нет? И главное, кто будет готовить этих специалистов, если вообще, так сказать, вот, нет ни одной программы подготовки специалистов для ГЧП. В том числе и в сфере, да, так сказать, вот, гостеприимства. Мы часто слышим слово «кластер». Нравится, да, так сказать, это, по сути, ГЧП. Кластеры есть, что такое ГЧП никто не знает. Возникает вопрос, что там будет построено. Тоже, так сказать, проблема, да, достаточно серьезная. Поэтому, коллеги, вот, уровень нашего потенциала, уровень наших знаний, это, наверное, то, что вообще будет определять в ближайшее время, в том числе и отрасль как таковую. Вот, поэтому, называется, в завершении хотелось сказать то, что нам говорил дяденька Ленин, учиться, учиться, учиться. Вот, мы, по-моему, сейчас подошли к тому, что мы на новом этапе просто должны прийти совершенно с новыми знаниями, которые точно так же должны сами сформировать. Спасибо, коллеги. Спасибо, Юрий Васильевич. Да, читайте, спасибо, Марсиль Малиньев. Трофимов Никитов хотел, это Павловский федеральный орган, представитель Федерации рестораторов от Эверх. Да, может, с места, может, встать. Коллеги, добрый день. Я представляю Федерацию рестораторов от Эльеров по Приволжскому округу, ну а сам по роду своей деятельности, занимаясь бизнесом, мы с Федерацией рестораторов от Эльеров, мы занимаемся реализацией, о чем говорил Юрий Ушанов, это по созданию центров оценки компетенции в регионах. То есть это новый механизм, новый инструмент именно работы самой по себе отрасли и реализации, самореализации бизнеса через этот инструмент в регионах. Я бы вам хотел просто кратко прокомментировать, что происходит в регионах, почему это интересно бизнесу и с какими проблемами сталкивается. Но прежде вот тот спор, все-таки, когда мы говорим про профессиональные стандарты, когда мы говорим про сертификации, как только коллеги начинают употреблять везде, какое же образование, и мы начинаем оценивать образование, нигде в мире, и в том числе и Федерации рестораторов от Эльеров образование оценивать не будет. Не важно, что вы закончили. Важны те умения, которыми вы обладаете. Весь мир оценивает умения, так называемые скиллз. И профсообщество, оно тоже оценивает умения. То есть если мы берем строителя, который проработал на стройке 15 лет и забивал гвозди, либо мы берем девушку, которая закончила и отучилась на отлично с красным дипломом строительный университет, и дадим им гвоздь, молоток и доску, у обоих спросим о том, что они оба знают, как его забивать. Они оба подозревают, какой перечень действий нужно сделать, чтобы гость оказался в доске. Но когда они начнут это выполнять, то мы понимаем, что строители это выполнят лучше. Вот профессиональное сообщество занимается именно оценкой вот этих умений, то есть результаты самого по себе работы. Соответственно, ЦОКИ, Центр оценки компетенций, которые утверждены отраслевыми сообществами, то есть они занимаются тремя глобальными вещами. И почему здесь необходим именно государственный механизм, и это как площадка взаимодействия с государством, в том числе и плотное участие бизнеса. Есть первое, то, что написано в документах, и что у нас в России только-только сегодня обсуждается еще федеральными властями, это институт прогнозирования. Институт прогнозирования компетенций как таковых отраслей в регионах, он является ключевым инструментом понимания вообще, какие умения в бизнесе будут востребованы в будущем, в ближайшие 5 лет, и каким образом индустрия вообще будет сама по себе меняться. То есть это некий лакмус для бизнеса, а что же делать? Мы в Академии ВНХ при президенте в мае 2015 года провели первую стратегическую сессию форсайта, где попытались отрасль гостеприимства совместно с представителями бизнеса, представителями власти, федеральной власти, представителями ученого сообщества образования попробовать растянуть ее хотя бы на 15 лет вперед, и посмотреть, что же происходит вообще с отраслью, как меняется профессия, и как меняется бизнес как таковой. И была удивительная вещь, то есть при рефлексии мы посмотрели, что первое, бизнес себя на 15-20 лет, ему очень сложно себя видеть, и очень малое количество, в основном это ребята, которые собственники из городов-миллионников, а региональщики вообще себя не видят, даже на 5 лет вперед. Государственные механизмы и представители государства и власти, они, соответственно, не могут выработать институт изменения законодательства под этот бизнес, потому что они не понимают, что с ним делать, и получаются точки смерти, так называемый, там, 25-й год, там, где идет полное поглощение крупными глобальными корпорациями среднего и мелкого бизнеса, которые находятся особенно в отдаленных, малонаселенных участках, ну, регионах страны. Поэтому институт прогнозирования, он является во всех странах мира развитых, именно в профессиональных сообществах, он закреплен на законодательном уровне и закреплен таким образом, что даже в органах государственной власти должны быть обязательно специалисты, которые обладают этими компетенциями. Вот СОКИ, Центр оценки компетенциями, должны заниматься вопросами стратегирования и должны давать карту изменения компетенций в будущем. Именно изменения, как таковых, профессий сегодняшнего, о чем говорит Игорь Олегович. То есть, шеф-повар, это не тот шеф-повар, ну, тот сегодняшний шеф-повар, это не будет такой же шеф-повар там в 2020-2025 году, потому что там абсолютно применяются другие технологии, которыми он должен владеть, и другие механизмы управления. Второй инструмент сам по себе – это сертификация. Сертификация – это и есть вопрос оценки. Сертификация вот этих умений, о чем я вам сказал выше, их будет именно делать Центр оценки компетенции. Что происходит на сегодняшний день в регионах? На сегодняшний день в регионах большое в нашей индустрии, большое количество денежных средств тратится на проведение вот этих конкурсов, о чем Юрий говорит Ушанов. Минтруд проводит конкурсы профмастерства, город-муниципалитет проводит конкурсы профмастерства, Минобор проводит конкурсы профмастерства, и профессиональные сообщества еще сами скидываются, тоже проводят конкурсы профмастерства. А при этом еще бренды ключевые тоже проводят конкурсы профмастерства. На город тысячник, где-то 500-600 тысяч населения, в среднем где-то в год проходит от 5 до 7 конкурсов профмастерства, которые вообще не имеют никакого значения. Я сейчас не называю город, где выходит представитель власти, где проходит соревнование среди шеф-поваров, где ребята, иностранцы их приезжают, оценивают, они получают сертификаты, и выходит представитель власти. Я вообще не понимаю, зачем вам это нужно, но если вы, наверное, здесь этим занимаетесь, то, наверное, зачем-то вам это нужно, при том не придавая экономического эффекта образования, повышения производительности труда в индустрии, создания рабочих мест. То есть придание центрами, оценками компетенции Федерации рестораторов, ательеров, именно внимания вот этим конкурсов профмастерства, что они не должны быть качественными, что они должны проводиться именно представителями федерации, представителями индустрии, а не какими-то непонятными структурами, там, другими профсообществами, которые могут иметь отношение к промышленникам, может быть, торгово-промышленной палаты, которые вообще понятия не имеют, как работать с отраслью. То вот эти вещи нужно убирать, и ЦОК, и ФРИО будет давать именно оценку и присваивать вот эту категорийность. И сам по себе третий инструмент, который является тоже финансовым и денежным в этом ЦОКе, это вот аккредитация вот этих общественных программ. То есть взаимодействие между образованием и профессиональным сообществом, оно именно происходит вот через эту точку, через институциональную модель вот этой площадки Центра оценки компетенций. То есть сама по себе аккредитация и разговор с органами образования через компетенции, через профстандарт, через необходимость, через прогнозирование, то есть какие профессии нужны, чему нужно учить органам образования, будет идти вот через формат вот этой оценки. Какие барьеры мы сегодня наблюдаем в регионах, самые крупные, вот по этим трем направлениям. Первый. У нас отсутствует единая понятийная, нормативная, а точнее база общих понятий разговора между всеми участниками, между образованием, бизнесом и государственной властью. Его просто нет этого механизма. Мы говорим на разных абсолютно языках, и этот язык необходим через проведение. Отсутствие стандартов и вот этой планки, то есть когда мы говорим там об оценке, либо когда мы говорим о профсообществе, либо когда мы говорим о каком же законодательстве нужно, то есть вот этого стандарта, допустим, что делает мир, и внедрение вот этих лучших практик у себя в регионах, либо лучших практик у себя в индустрии, либо лучших практик у себя где-то на территории, оно приводит, первое, к боязни, второе, к страхам. О, есть Москва, значит нам это не надо. Есть там Европа, значит нам это не надо. Это крупнейшая сетка гостиничная, значит нашим гостиницам это не нужно. И это приводит абсолютно то же самое, такому дифференцированному, скажем, разговору, о котором, ну где возникает больше всего таких конфликтных и дискуссионных тем. И третье, это отсутствие вот этого видения и желания делать именно видоизменять саму по себе систему договоренности, ну мы называем это создание мотивации к созданию профессионального сообщества. То есть инструментов, механизмов, которые создают и формируют бизнес, объединяет власть и образование между собой, вот эти механизмы отсутствуют. Хотя они в принципе в постановлениях правительства на сегодняшний день, в картах инвестиционного развития в каждом регионе закреплены, что Министерству экономического развития, там, либо там самому Министерству образования необходимо создавать механизмы мотивации к созданию профессионального сообщества и взаимодействия с нами. Вот эти три вещи, три фактора, которые на сегодняшний день влияют, ну в регионах являются основными препятствиями, о чем коллеги говорят, почему мы не работаем, почему мы не делаем. И вот это все зависит от бизнеса и от активного участия, либо от взгляда власти, либо от взгляда вот внутри власти, там, представителей образования. Поэтому мой как бы тезис и вот обращение в данном случае вот к аудиториям, либо когда в регионах, о том, я выступаю, что необходимо, посмотрите, пожалуйста, очень внимательно на вот эти центры оценки компетенций и на создание вот этих площадок через федерацию, чтобы мы, у нас есть эти механизмы, у нас есть этот понятийный аппарат, он есть глоссарий, есть понятные наработанные практики, они общие, они, как мы сверяемся с европейским, с европейским фондом образования, точно так же участвуем в создании уже общих взаимодействий с международными институтами, начиная от института WorldSkills, там, и заканчивая лучшими какими-то российскими практиками. То есть они есть, самое главное, чтобы было вот взаимодействие с федерацией, было взаимодействие между собой, и вот это тогда просто общество будет, ну, более сильнее. Спасибо, Никита. Коллеги, Вы знаете, вот Никита Трофимов как раз напомнил про форсайт-сессию, Вы знаете, какой был вывод сделан специалистами, которые проводили ее? Там есть определенные механизмы проведения. Они сказали, хотите, мы Вам расскажем, что представляете рестораторы и ательеры Вы из себя, с точки зрения, вот взгляд со стороны. Он говорит, Вы сидите в доте, у Вас вот такой вот обзор, узкий, у Вас пулемет, и по колено Вы уже в гильзах, Вы все время отстреливаетесь. Представляете, вот это очень образно, это говорит о том, что человек занят собственными проблемами. Понятно, что в это время он не понимает, что происходит в образовании, где-то что-то, он занят собственными проблемами. Естественно, из этого вытекает вопрос, рассматривает ли вообще предприниматель себя в будущем? А уже мы видели с Вами 15-й, 16-й будет тяжелый год, да, о том, как вообще там закрываются рестораны. Понятно, что предпринимательская активность высокая, и количество ресторанов, например, закрывшихся и отрывшихся сегодня поровну. Ну вот, куда мы пойдем, это вопрос, и как мы будем дальше развиваться. То есть, коллеги, у нас осталось с Вами полчаса, значит, у нас есть такой очень достаточно, ну, он серьезный вопрос. Культура потребления алкоголя, взгляд в будущее. Вы знаете, ну, давайте с точки зрения, как бы, культуры, скажем так, неотъемлемая часть стола, мы понимаем, да. Мы даже с Вами не будем рассматривать вопрос, например, там, если культурно-религиозная позиция, например, определенных народов не позволяет потреблять алкоголь, это даже там не обсуждается. В христианской культуре это есть, он сопровождает с рождения ребенка до поминального обеда. Вот, мне кажется, что на сегодняшний день ситуация, связанная с тем ханжинским отношением, понимаете, мы это уже через это проходили, у нас было достаточно таких процессов по борьбе с алкоголизацией населения. Вначале нагнетается, нагнетается ситуация, связанная с тем, что там потребляется, как Геннадий Григорьевич Алищенко, мой любимый, говорил о том, что там человек потребляет 18 литров алкоголя, такая была цифра. Ну, это просто смертельная доза, понимаете, да, там, если мы вычтем оттуда всех там женщин, которая не употребляет малолетних детей и так далее, там, то человек просто не может выйти. Потом она начинает снижаться, это показывает о том, что происходит борьба, что происходит снижение, хотя большое количество сегодня алкоголя просто уходит в тень. Вот, и я могу вам сказать, что мы об этом с вами говорим, это неотъемлемая часть стола. Не может работать в гостинице пельменная, коллеги, не может. Не может существовать ресторан, по слову которого мы подразумеваем, для отдыха людей, не может существовать без алкоголя. Алкоголь примерно до, там, от 40 до 50 процентов товарооборотов. Если мы возьмем с вами бары, то еще больше. Поэтому вот это вот ханжеское сегодня отношение, давайте мы не будем беседовать об алкоголе, потому что это есть проблема, у нас телевидение показывает там людей, которые пьют. Ну, вы знаете, что маргинальная часть она всегда найдет. Вот, у нас и гнали, и пили различные жидкости, и начало 90-х это бы было всеобщее потребление деколонов. Помните эти замечательные анекдоты по этому поводу. Вот, поэтому вот эта проблема существует, и сегодня вот вопрос внедрения эгоиса в ресторанах, он сегодня очень актуальный. Там есть несколько аспектов, связанных с тем, что с первого числа начинают действовать системы, в которые вы должны пришедший алкоголь зафиксировать в облачной системе. Второе, значит, с, если я не ошибаюсь, с июля 16-го, значит, и продажи начинаются. Значит, вопрос связанный с тем, что, вы знаете, есть были предприятия, которые не торговали алкоголем, торговали пивом. Сейчас они и пивом не могут торговать, по одной простой причине, все равно нужна эта система, в связи с тем, что пиво тоже входит в систему контроля, то же самое нужно будет заводить информацию о принятом алкоголе. Есть еще одна большая проблема, о том, о чем говорит Росалкогольрегулирование. Росалкогольрегулирование говорит о том, что сегодня вы не можете взять бутылку вина в магазине и предложить ее своему гостю, даже если у вас будет чек. Потому что вот в этой системе, выведенная в продаже бутылка алкоголя, считается уже выведенной системой, ее уже не существует. Значит, она у вас получается контрафактная. Значит, это уже ситуация в том, что если вы купили бутылку алкоголя, вы ее не можете реализовать через свое предприятие. Ну, тут проблема коррупции. Следующий вариант – это проблема маленьких ресторанов, кафе, которые находятся в маленьких городах. Ну, нету там оптовых компаний винных. Оптовые компании, сегодня филиалы их есть во всех крупных городах. Даже в городах там 600-800 тоже не всегда. Есть алкомаркет, значит, получается алкомаркет, розничное предприятие. Оно не будет вам мелкооптовой партии оформлять, потому что для этого нужна отдельная лицензия. Все. Значит, если раньше вы просто заходили в магазин, брали там на сегодняшний день 5-8 бутылок вина, спокойно, и продавали, сегодня вы сделать это не можете. Значит, еще один вопрос. Когда происходит, поймите, что да, существует государство, которое хочет контролировать сегодня, понятно все, хочет контролировать те налоги, и тот товарооборот достаточно серьезный, и сопоставимый, в общем, с большими отраслями, это продажа виноводочных изделий. Понятно, что желание контролировать, вещь хорошая, но и используются для этого такие вещи о том, что, например, давайте мы сделаем государственные магазины по продаже, и все время нам пеняют на скандинавские страны. Не могу вам сказать, жалко, что нету дробица здесь, значит, ну, если кому будет интересно, там целый доклад у него, его у меня с собой, значит, это просто несколько цифр. Вот, например, у нас там 240 тысяч лицензий по розничной продаже, и примерно 50 тысяч лицензий для ресторанов. Понимаете, разница большая. Там, например, в той же Швеции, там совершенно по-другому, там на один государственный магазин 17 баров. И вообще потребление всего алкоголя на Западе, на Западе в большей степени, это 40%, это в предприятиях питания. У нас сегодня, получается, всего лишь мы продаем в предприятиях питания 3% алкоголя, реализуемого на территории Российской Федерации. Значит, Росалкогольрегулированию сегодня менили в обязанность заниматься культурой потребления. Ну, как бы, с одной стороны, нужно все закрывать, как бы, закрывать рестораны, как бы, да, показывать, то есть закрывать магазины, показывать, что меньше, меньше происходит продажа, время ограничивать. Вот, и в то же время, опять же, чиновникам неохота заниматься тем, что, о чем мы всегда говорили, что мы не торговля. Мы не торговля, мы оказываем услугу. Но в том числе у нас во многих регионах сегодня контролируется время реализации алкоголя в предприятиях питания. Коллеги, ну, такое было уже, я еще раз повторюсь. Значит, я прекрасно застал 85-го года, значит, антиалкогольную компанию. У нас только ленивый возле ресторана не торговал там. У швейцарова лежало где-то там, в заначке. У рабочего по складу лежало, у рабочего по кухне лежало. Официанты приносили, у гардеробщика лежало. Таксисты напротив стали. Всегда можно было купить. Понимаете, вот просто все не помнят, что сухой закон, первый-то был в России. В России в начале Первой мировой войны был объявлен сухой закон. Можно было продавать алкоголь только в ресторанах первой категории. Ну, продавали все, там поставили чайник, наливали туда, из чашечек пили, все красиво было. Опыт большой, нельзя отследить, это все равно все. Я когда начинаю, чиновник об этом же сказал, мы должны контролировать, я говорю, я согласен. Я считаю, что в этом случае, если мы говорим о культуре потребления, то как раз предприятие питания, рестораны при гостиницах, это то место, где существует метродотель, официант. И у нас есть собственные правила, которые мы можем устанавливать с точки зрения оказания этих услуг. У нас нет вопросов динамических цен, понимаете. Поэтому, естественно, понятно, что в любом случае мы столько лет боремся за разделение лицензии. Лицензия на розничную продажу, отдельная лицензия на реализацию алкоголя при оказании услуг общественного питания. Проблема большая, потому что, еще раз говорю, мы не торгуем алкоголем. Мы оказываем услугу. Мы открываем бутылку, охлаждаем ее, декантируем, наливаем. Все понятно, что среди наших коллег есть тоже сегодня рестораторы, которые будут рассказывать, нам не надо, нам хватает. Я знаю, почему хватает. А вечером точно так же начинают продавать и собственные рестораны. Это такая ситуация была, когда мы предупреждали о Росалкоголе-регулировании, как будет запрет, что каждая сейчас точка розничная превратится тут же в кафе. Поставят ящик, застелят газеткой, и два ящика скажут, что это место, и теперь это предприятие питания. И это случилось. И у нас сегодня при том количестве предприятий, которые сегодня есть, а всего лишь треть из них торгует алкоголем, у нас получается ситуация, что у нас начнет закрываться. Нельзя из ресторана сегодня, который предлагает большие серьезные услуги с точки зрения сервиса, кухни, сочетания еда-вино, сделать пельменную с завтрашнего дня. Вот у нас сегодня будут предложения для мэра, для нашего, то же самое. Еще одна большая проблема была, но это не касается этого. Что влияет на сегодня посещение ресторана? Вот Аркадий Анатольевич Новиков, Делос, еще большое количество сегодня известных рестораторов. Значит, мы будем писать письмо для мэра. Вот эта вот ситуация, связанная, например, со стоянками, раз человек приезжал, а ресторан, большая стоимость, да, он хотел приехать, поставить машину, чтобы его встретили. Знаете, как во Франции тоже самое приезжаешь, тебе подходит человек, который стоит в Швейцаре, да, там с зонтиком провожает тебя, там в гостиницу, в ресторан, все отлично. Сегодня поставить машину нельзя. Нет у нас сегодня той культуры, при которой, там, как француз, поставят машину за километр, и километр может идти до своего любимого ресторана пешком. Нету такой культуры. К сожалению, вот коллеги на сегодняшний день сказали, что это проблема. И вот сейчас, поверьте мне, что как с внедрением ЕГАИСа, когда на оптовом рынке он внедрялся, мы с вами увидели сужение ассортимента, у нас будет сегодня такая же ситуация, связанная с алкоголем. И у нас это тоже самое повлияет на закрытие ресторанов. И точно так же повлияет на ассортимент ресторанов, которые находятся при гостиницах. Вот, это есть одна из таких вот самых серьезных проблем. И вот, не опрошу там Сергея Константиновича Миронова, он у нас как раз занимается направлением ресторанов, и вот немножко тоже осветить этот вопрос, как он видит. Ну, возможно, ЕГАИС и нужен, и полезен для государства, но, боюсь, что не сегодня. Проблема в том, что рестораны сегодня умирают. Несмотря на то, что сколько закрылось, как сказал Игорь Олегович, столько и открылось, не все так просто. Большинство ресторанов находятся сегодня за гранью рентабельности. Они ждут, что сейчас что-то улучшится, и мы начнем зарабатывать. А пока копят долги, копят кредиты, и как-то сегодня существуют. Нам нужно взаимодействовать с государством, нам нужны нормативные акты, которые упростят нам что-то, а не усложнят. Сегодня ЕГАИС ударит по ресторанам, ударит достаточно сильно. И боюсь, что для большого количества ресторанов это будет последней каплей, что подтолкнет их к закрытию. Потому что даже те рестораны, которые сегодня открываются, большинство из них открывают не рестораторы. Это инвесторы, которые пытаются вложить деньги в какой-то новый бизнес, не понимая, куда они вкладываются. Не понимая, куда вкладываются, это не жизнеспособные рестораны. 15-й год был тяжелейший для всех, 16-й будет еще хуже. Мы начали с прыжка цен. Прыжка цен на баклажаны, на помидоры. Большинство ресторанов новогодние праздники отторговали просто в минус. Цена на продукты поднялась, меню никто не менял, никто не успел это сделать. Все просто отработали в минус. И что будет дальше, как бы, а сейчас сезон. Сейчас сезон, то время, когда мы все накапливаем жирок, и потом летом мы как-то существуем. Никто сейчас ничего не накапливает. И введение эгоиса, введение новых норм, которые должны, по идее, уже начать действовать летом, как бы, для большинства это страшно. Опять-таки, непонятно, как все это будет работать. Нет нормальных разъяснений. По идее, с 1 января, как бы, мы должны были прийти. То есть, какие-то разъяснения появились... Нет, там было написано, что у нас это не касается. Значит, смотрите, в письме Росалкогольный регулирование там было написано «Кронопредприятие питания». А потом выяснилось, что «Кронопредприятие питания» имеется в виду, это регистрация проданного алкоголя. А вопрос о том, что оптом вы закупаете и должны внести в систему, значит, ну, как бы, он так и подразумевался. Поэтому, к сожалению, это действительно очень серьезно повлияет. А уже с первого числа там вы должны будете уже и внести в систему и проданный алкоголь. Нет, мы должны общественное питание не подтверждать. Возможно, что общественное питание не подтверждает, но не только закуп. Ну, так это какая разница? Будет подтверждаться. Ну, а какая разница? Ну, пока, 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 пока. Нет, это не будет принимать. Ну, пока, пока объявлено, что будет принимать. Пока мы подтверждаем только закуп. Да, все правильно. Но при этом подтверждение закупа мы разъяснение получили только где-то в середине декабря. Сто тысяч цена надо платить? Нет. Нет? Сейчас вы десятку платите, а то будете платить 110 только. Есть разница? Ну, 110, мы вообще, по-моему, 100, я не знаю, по-моему, платила. Там разные этапы. Сейчас первый этап, потом будет второй этап. Вот с первым этапом, то, что я говорю, мы нормальные разъяснения получили только в середине декабря. То есть до этого были какие-то слухи, какая-то информация, одна, вторая, третья. Как бы очень грустно, что появляется какой-то нормативный акт, и к нему сразу нет необходимых пояснений. Потому что мы запрашивали у компаний, которые останавливают нам оборудование, и нас реально тянули, потому что они не знали, что они будут делать. Дальше, как бы, опять, следующий этап, когда мы будем отчитываться о продажах. Ресторан – это не магазин. Там огромное влияние человеческого фактора. Как будут работать бармены? Сколько они наливают? Там будут серьезнейшие колебания. Эти колебания в итоге превратятся в какие-то глобальные штрафы, в закрытие, в лишении лицензии. Мы все с этим боимся, мы пытаемся, чтобы наши бармены работали правильно, но это невозможно, это человеческий фактор. Мы с этим ничего не сделаем. То есть, в любой момент, в любой клуб можно зайти с проверкой к утру, и алкоголь не совпадет. Просто не совпадет с тем, что продается. И что будет потом? Потом закроют вас? Ну, вот эти проблемы, как бы, да, они вот… Коллеги, спасибо, Сергей Константинович. У нас просто осталось 10 минут, я хочу потратить их на вопросы. Я думаю, что вопросов много среди выступающих. Ладно? Пожалуйста. Я специально приехала для этого вопроса. Представлюсь в Министерстве экономического развития Оренбургской области. Вот, Игорь Ильич, к вам вопрос. Включу. Вот, я согласна, что сейчас достаточно очень серьезная ситуация с общественным питанием стоит, и очень жесткая конкуренция. И конкуренция не всегда добросовестная. Вы правильно сказали, что сегодня предприятия, которые реально являются магазинами, выносят стол и на ночь станут с общественным питанием. Вот мы, органы полицентирования, как нам их разделить? У нас, да, вот, ну, вы знаете, почему этот вопрос возник, потому что у нас отношение в антибонокольной службе сейчас. Мы пошли по сертификации, потому что мы запросили, какой вообще легитимный путь у нас может быть, чтобы разделить розницу от общественного питания. Нам сказали, сертификат – это, ну, как бы, подтверждение, признание государства. Поэтому мы прописываем сертификат. Но сейчас, если вы нам его снесете, то тогда эта жесткая конкуренция у нас увеличится. У нас просто увеличится количество тех предприятий, которые пивнушки вынесут на ночь в магазин, а преференции, станут общественным питанием. А преференции большие, вы правильно сказали, про эгоизм. Вы только подтверждаете закуп. А теперь, чтобы не подтверждать розницу, они все будут у нас закусочными, а теперь и буфетами. Поэтому вот как вы видите, я хотела бы услышать. Ну, смотрите, во-первых, это большая проблема. Там, значит, в свое время это привело, вообще, честно вам могу сказать, что к этому привела только одна вещь. Значит, когда чиновник не хочет делить. В 29-м году, когда закончилось, наркомат питания был такой, да, что все предприятия стали исчастными государственными. Все стали советскими учреждениями. И тогда наркомат питания слили с наркоматом торговли. Вот мы всю жизнь были младшими братьями торговли. Чиновнику сейчас неинтересно заниматься общественным питанием и заниматься торговлей. Он говорит, понятно, что магазинов больше, чем предприятия питания. И он начинает заниматься тем, что давайте мы ограничиваем время, давайте мы их сертифицируем. Сейчас, обождите. Ну, хорошо, давайте сейчас я попытаюсь ответить. Что такое предприятие питания? Понятно, что существуют там вещи такие, как буфеты. Действительно, там и в буфете, может быть, и там на вокзале туалет может быть общий с вокзалом. Потому что всегда, что такое предприятие питания? Это производство, торговый зал, туалетные комнаты. Вот и все. Суды не признают наше решение. Вот я прихожу и говорю, это не предприятие общественного питания. Суд мне говорит, а ты кто? Ты эксперт? Я говорю, нет. Вот эксперт, мы согласны работать с ФРИУ. Мы готовы членов ФРИУ исключить вообще из сертификации. Давайте вместе приняем решение. Хорошо, давайте. Ну, это давайте мы сейчас не здесь, это вот сейчас останемся с вами, все это обсудим. Коллеги, есть еще вопросы у кого? Видите, как вопросов нет. Это как все замечательно, оказывается. Все хорошо. Есть у кого, да? Давайте, ага. Только представляйтесь, пожалуйста. Есть определенные, здесь наверное я отвечу, да, есть определенные критерии оценки. Один из этих критериев называется требования персонала. Там бальная оценка. То есть, обязательно, безусловно, написано, что руководитель предприятия должен иметь гостиничное образование, но если он его не имеет, то просто не набирается нужное количество баллов. Вот и все. Я ответила на ваш вопрос. Мы живем в прекрасной стране, на самом деле, в которой, если у вас маленькая гостиница на 10 номеров, иметь в каждой гостинице директора, главного бухгалтера, то безумство. Создается одно юридическое лицо, филиалы, и пожалуйста, у вас один директор, а там, ну и все, и при чем здесь это? У вас одно юридическое лицо, не более того. А остальное тоже техническое соответствие вашей гостинице тем требованиям, которые проявляют классификации. На сегодняшний день такой вот подход. Хочу добавить, на самом деле, вот, Сергей Юрий Васильевич говорил, Юрий Васильевич, значит, неизбежная тема, связанная с наведением порядка в образовании и соответствия должностям. Это путь, как паровоз поехал, его уже не остановить. Но если мы говорим о том, чтобы содержать качество, и люди у нас стремились, и профессия официально была профессия, она должна быть постоянная. И где-то отели доходят до этого сами. У нас, например, с Ваней Викторовичем есть предприятие, которое работает только зимой, это горнолыжный курорт. Есть летом, которое работает летом, это морской курорт. Понятное дело, что мы персонал подбираем такой, который готов к ротации, к переезду, потому что для них это деньги. А для нас это качество обслуживания и понимание того, что у нас есть костяк перемещающийся. На любом предприятии, которое является сезонным, все равно директор и главный бухгалтер остаются в межсезонье. Готовят что-то, главное же перемещаться должна линейка, которая соответствует, поддерживает качество. Поэтому я рекомендую те регионы, которые нельзя себя обмануть, нельзя сделать весь Крым круглогодичным курортом. Ну нельзя. 10-15 объектов будут иметь свою клиентскую группу. Потому что те, кто хочет гулять по горам летом, они действительно существуют. Но их не столько, сколько готовы кататься зимой. То же самое, кто-то готов ездить на море осенью, весной, зимой, но их намного меньше, чем ездить летом. А количество средств размещения должно обеспечить пиковые нагрузки. Исходя из этого, нужно искать тот компромиссный вариант управленческий. Поэтому в любом случае, какое бы образование кто ни имел, только голова позволяет прийти к тому, как сделать так, чтобы создать условия для поддержания определенного бизнес-процесса и его качества. Создание условий, вплоть до того, что в Кабардино-Балкарии, в Карачаево-Черкесии, в других местах огромное количество горнолыжных курортов, которые стоят. Там нет персонала. Они работают зимой. Пожалуйста, крымские жители могут спокойно ехать туда. При условии, если еще будет какой-то нежрегиональный, межсубъектовый, какой-то, так скажем, кооперация в формате обеспечения работоспособности людей. Да, НДФЛ переедет с точки зрения, куда будет платиться налог. Но не так страшно. Мы не потеряем, в первую очередь, людей, которые получат возможность работать в нормальных условиях, и это нормально. Спасибо. Тут еще один инструмент добавления к Сергею, то, что создание как раз через профсообщество этих коалиций, потому что этот же вопрос поднимали маленькие гостиницы по Золотому кольцу. А что сделать с клиентами, куда их девать, и что делать с персоналом? Действительно, сезонность, она как была, существует. Она существует у всех странах мира, и ничего с этим не делать. А вопрос уже мелких руководителей, либо мелких собственников, которых маленькие гостиницы, создавать коалиции и учиться управлять этими коалициями, управлять, уметь принимать управленческие решения, которые действительно ведут либо к развитию своего рынка, либо к работе именно в сезон и борьбой управления кэшфлоу в сезонности, либо управление самим по себе персоналом, где, допустим, существуют целые компании, крупные их выделяют просто отдельные HR-холдинги, которые в рамках сезона управляют этими компаниями в зависимости от потока клиентов. Поэтому это все зависит уже от бизнеса и от принятия, ну, я даже, наверное, таким языком скажу, от уровня профессиональной компетентности собственника. Там, вот, наверное, от этого. Еще вопросы? Еще, можно вопросы? Да. Завтра в 15.30 сессия туризм, экономика, образование. Участники заявлены Олег Сафонов, Алла Милова. Вот мы сейчас здесь собрались с профессиональным сообществом, как бы, индустрии гостеприимства, а завтра опять туризм и с образованием отдельно. Вот планируется какое-то посещение этой сессии? Может, стоит пообщаться? Не, мы можем даже с песнями, с плясками прийти. Вот, вопрос, ну, первый, да, то есть, который беспокоит, что, ну, туризм всегда сам по себе, гостиничный бизнес сам по себе. Ну, во-вторых, что касается образования, то же самое, да, то есть, вот мы сейчас, мы, Реан, снова вспоминали цифру, да, то есть, 513 вузов и кафедр по всей стране, 513, ага, которые готовят, соответственно, специалистов по туризму и гостиничному бизнесу. Да это шок просто. Ну, то есть, это вот, вот это куча полуфабрикатов, выпускаемых ежегодно с дипломом. Самое последнее было удивительно, когда я увидела на сайте Ростуризма, что у нас есть такой замечательный Тюменский нефтегазовый университет, который готовит магистров по гостиничному делу. Ну, это уже... Ну, мне вчера, мне вчера коллега, вот, честно, рассказывал, я не запомню это, но не запомнил прям дословно, но выглядело примерно так, жалко, что, говорит, не сфотографировал. Сейчас этой вывески уже нету. Значит, институт проблем Вселенной, значит, что-то там, дальше кафе... Как открыть гостиничного хозяйства на Марсе. Да, что-то еще, а потом дальше факультет гостиничного хозяйства. Коллеги, ну... Ну, то есть, совершенно легко это происходит. Смотри, Игорь, прям секунду. Здесь вопрос в чем? В том, что мы уже не один раз поднимали тему, что такое образование в туризме в целом, да? То есть, какое количество специалистов в туризме и с каким профилем деятельности, да? То есть, вообще, реальной стране нужно, да? Ну, которая, в принципе, сейчас, да, то есть, ну, мягко говоря, умирает. Здесь же необходимые условия, то есть, мы равном туристическом классе. Настя, вы чего хотите? Класс, услышите. Ну, пригласили нас или нет? Нас не пригласили. Придем мы или нет? Ну, мы, наверное, придем. Мы на огонь. Ну, Сергей Венчин придет. Мы придем обязательно. Смотрите, просто для информации, да, вот представьте себе ситуацию, что ресторанами, вот, там, сегодня занимается открытая сетью Минпромторг. Предприятиями питания в здравоохранении занимается здравоохранение в образовании, и в Министерство образования, ну, в армии, и, значит, в СИН у нас это всегда было отдельно. Представьте себе теперь следующую ситуацию. Ресторанами в гостинице занимается Минпромторг, самой гостиницей занимается Ростуризм и Минкульт. И вот эта вот чехарда, которая возникает, она вот возникает из-за этих вот ситуаций. К сожалению, мы пытаемся донести это, донести, ну, и дальше там еще Министерство экономики чем-то занимается. И, в общем, получается такая, значит, правая рука не знает, что делает левая. Значит, я могу сказать, что если мы не будем все равно поднимать эти вопросы и доносить их до Министерства ведомств, мы будем чувствовать себя еще хуже. Поэтому мы с вами плотно поработали, коллеги. Я хочу поблагодарить всех, кто здесь присутствует, отдельно Сергея Валентиновича Стрельбинского, за то, что он приехал к нам сюда из Крыма. И призываю вас к тому, что существует профессиональное сообщество, будьте инициативны, начинайте сами работать, инициируйте. Я понимаю, что проблемы, которые есть сегодня, нужно решить, но выйдите из ДОТа и посмотрите, что широкое поле для деятельности. Спасибо еще раз всех с праздниками, с прошедшими. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!